здравствуйте друзья у нас сегодня в студии гость из туманного альбиона из великобритании ну представляйтесь раз уж приехали то меня зовут евгений так женя работаю в лондоне и живу уже где-то полтора года почти как-то в лондоне то отлично в лондоне очень комфортно жизнь комфортная жизнь дождя почти нету туманы бывают иногда да но в целом очень тепло по сравнению с москвой очень нравится то есть вы из москвы изначально я вообще из смоленской области так но последние 8 лет до лондона 8-10 лет жил в москве как-то в москве то в москве ну в целом москва тоже хороший город мне там довольно нравилось вот прежде всего это большой город и все едут в москву за возможностями как-то себя проявить поэтому я тоже поехал в москву все-таки большой город где-то какие-то связи знакомства найти себя ты пойти вы учились на музыка да учились учились где учился я сначала в тульской области а потом приехал в москву университет учиться как так вы были в смоленской области потом как-то оказались в тульской потом да я поехал когда я закончил девять классов школы так я поехал учиться в музыкальный колледж потому что есть еще среднее звено в музыкальном образовании так а что же в смоленске не было такого в смоленске было просто не было общежития в смоле так как я жил в области вот поэтому я поехал в тульскую область город новомосковск чтобы учиться в колледже там мы были знакомы там какой-то то ли химкомбинат химкомбинат есть до сих пор остался от большевиков окей хорошо а вам там не говорили в этом в тульской области говорит шо такое понаехали из других регионов там нет нет меня не все очень дружелюбные были наоборот так приветствовалось то что приходит учиться музыке хорошо так ребят хорошие там вообще учились музыки да отлично так играли хорошо играли и пели все делаю хорошо до сих пор у меня много друзей оттуда и общаемся а смысл вот этого среднего музыкального образования в чем что потом там садике детском преподавать или что в чем но после выпуска из музыкального колледжа можно преподавать музыку в школе в общеобразовательной школе музыкальной школе можно ну соответственно исполнителем быть то есть где-либо играть но нельзя преподавать в узи так как это еще столько музыкальный колледж в принципе в колледже тоже можно преподавать после выпуска понял хорошо значит учились вы до музыканта да на пианиста на пианиста а потом все-таки в москву потом до после окончания колледжа после средней ступени соответственно идет высшая ступень да это уже вуз там консерваторе ну да университет я в университет поехал не понял значит раньше было гнесинка и консерваторе а сейчас что сейчас как бы много различных вузов где есть музыкальный факультет типа педагогические ну типа педагоги вот я до московский университет культуры искусства учился бывший институт культуры да то есть везде есть музыкальный факультет и ты можешь поехать учиться либо там в местенку либо ПТСР это куда поступишь так в итоге вы должны были после этого вот учебного заведения что делать после университета до ну после университета должен был грубо говоря можно было бы преподавать преподавать в университете играть быть концертмейстером то есть когда вот например есть вокалистыnoon нужен кто-то чтобы играть как обменят каком понятэру то есть можно был быть аккомпаниатором. За это деньги реально платят, или там по мелочи? В этом, в принципе, и была одна из причин, почему я подумал, куда бы еще пойти, потому что деньги в музыкальных школах и в университетах платят небольшие, и за преподавание, и за концертмейстерство, то есть это не очень большие деньги, и я понимал, что нужно искать что-то еще. А люди рвутся, да, вот туда? Ну, как сказать, в принципе. А вот шоу-бизнес там куда-нибудь, знаете, там лобать, там где-нибудь там с группы какой-нибудь музыкальной? Нет, это тоже было, я с некоторыми группами играл, но так как я обучался на классическом фортепиано, то у меня было немного другое направление, и в направлении шоу-бизнеса, ну, у меня не было очень большого желания, чтобы туда жить. Я понял. А, допустим, с точки зрения подготовки, вот вы классический, так сказать, образованный пианист. Вы можете прийти, сесть там с пацанами, которые джаз бацуют, и с ними сыграть? Ну, смотря что. Ну, из джазового репертуара. Ну, мне нужны ноты. То есть, чтобы были какие-то ноты, хотя бы аккорды, когда что-то получится, потому что вот есть классическое фортепиано, а есть фортепиано джазовое. Так, а это разные? Это разные, да, это, не знаю, как, ну, как ручное автоматизированное тестирование, то есть, этому можно научиться, но этому нужно учиться прям серьезно. Я понял, то есть, это не то, что ты научился классическому, а теперь можешь, что хочешь делать? Да, есть такие люди, которые играют и классику, то есть, это по нотам, это там Шопен, там, Петховен, и играют джаз, но таких не очень много, одновременно. То есть, либо то, либо это? В основном, либо то, либо это, да. Ну, понял, понял. Хорошо. Как-то так. Ладно. А вот я извиняюсь, которые по псу играют? Ну, они в основном джазовые все. То есть, они начали с джаза, и, соответственно, когда ты учишь джаз, джаз, он, в основном, он учится не по нотам, а люди слушают и повторяют то, что они слышат, и тем самым они развивают свой слух. Импровизации много, да? Да, много импровизации, поэтому, когда приходит любой поп-певец, он тебе говорит, ну, вот, сыграй мне, вот, там, мелодию напел, и так как у тебя уже слух хороший, ты это 10 лет, ты это тренировал, ты можешь наиграть какие-то прикольные. Понял. А классический говорит, ну, ты давай сыграем. Классический говорит, да, приходит к нему классический певец с нотами, он их ставит и играет. Понял, понял. Друзья, чего только в мире не бывает интересного, но вот поняли вы, что надо чем-то еще в жизни заниматься, в смысле, надо как-то зарабатывать. Ну, как-то да. Подождите, а вот все это время ваши родители как-то участвовали в вашей судьбе? Ну, скажем так, они меня всегда поддерживали, чем бы я не начинал заниматься. А материально? Ну, материально, ну, конечно. Хорошо, хорошо, ладно. И вот живете вы в Москве, закончили университет и? Ну, скажем так, я заканчивал университет. Так. И на последнем, по-моему, или на предпоследнем году, уже на последнем все-таки, да, году обучения в университете, я начал искать, ну, в принципе, интересна была тема, там, Америка, там, что-то, иммиграция, увидел где-то рекламу Green Card и начал копать. В лотерея? Да. Думаю, что это такое Green Card лотерея? И, значит, накопал я... Не извиняюсь, вам сколько лет уже было в тот момент? 25. 25 лет, парни, не знал, что такое Green Card лотерея. Вот. Это интересно, интересно. Так, да. Значит, начал я копать, и вот не помню, что было первым. Либо я накопал, говорим про US, либо ваш канал. Да. Как-то это у меня вот так вот рядом все еще было. Ну, и, соответственно, я накопал Green Card лотерею, и там же оказалось и тестирование. Это уже ваш канал. Да, да. Посмотрю, думаю, ролики какие-то про тестирование. Думаю, дай посмотрю. Посмотрел какие-то несколько видео, понял, что это действительно интересно. Но вы были компьютерно грамотный тогда, как пользователь? Да, я был грамотный. Я на телефоны паршивал постоянно что-то для себя. Сам ставил какие-то дополнительные штуки, кастерные, паршивки. Понятно. Да, молодежь в этом плане отличается от нашего поколения, которое думает, главное, чтобы не трогать ничего. Понятно, так. Значит... Да, и так как я увидел, думаю, тестирование, и, в принципе, меня тема IT всегда привлекала, думаю, дай попробую. Нашел, значит, ваш канал и посмотрел, увидел ваш русскодечный курс. Да. Вот. Еще посмотрел на «Говорим про ЕС». Некоторые ребята, там кто-то, ну, с форума, посоветовали выучить сиквел. Про звук, да? Да, по базам данных, почитать книжки. Посоветовали Романа Савина книжку прочитать. И, собственно, я для себя выбрал какой-то спектр действий, которые я должен сделать. Я начал читать книгу Романа Савина, и после, наверное, нескольких глав начал смотреть ваш курс. И, то есть, подряд, выполняя каждое задание, и у Савина, и у ваша, начал продвигаться вперед. Потом, через, может, там, через месяц, начал читать книжку по сиквелу. В итоге, через, наверное, может, через два месяца, так как я, ну, меня ничего не торопило, потому что я заканчивал университет, работать я в любом случае не мог. У меня был где-то в запасе, там, полгода. Может, четыре-пять месяцев до выпуска. Через два месяца я зарегистрировался на U-Teste, где у меня почти не было проектов. Один проект какой-то прислали, и все. Говорят, что вообще вот на русском языке там мало чего есть. Да, по крайней мере, раньше так было, сейчас, по-моему, уже стало больше, да, по-лучше. Поэтому, спустя три месяца уже я подумал, блин, на U-Teste что-то очень мало проектов, нужно искать что-то еще. И через интернет нашел другой сайт, он назывался в то время testcloud.com, это немецкая платформа, то же самое, что и тест, но и европейская. Я там зарегистрировался, и буквально на, не знаю, через, на следующий день, через два дня, мне уже пришел сразу проект. Это вот то, что сейчас, test.io, да, он сейчас называется. Так что записывайтесь там, если кому. Замечательная платформа, я там зарегистрировался, прошел первый проект свой, и после первого проекта, где, ну, зацептили там пять багов, по-моему, мне сразу стали вот просто вот так вот слать там по, не знаю, по пять, по шесть проектов в неделю, и я за два месяца очень хорошо, как бы, в этом плане... Подноторел. Да, подноторел. А с точки зрения дохода какого-то? Очень неплохой очень доход был. За critical баг они платили на тот момент 11 евро. 6, по-моему, за critical и... А, пардон, critical, да, 11, normal баг было 6 и low 3, где-то так. Ну, сколько вы могли так, не напрягаясь, за месяц, например, заработать? Ну, на тот момент я еще так, ну, немножко вроде было, но потом уже, если забегая вперед, в принципе, по-моему, 300, 300 евро, 300-400 евро было просто вот если вечером, я после работы приходил. Окей, то есть это не то, что вот фулл-тайм работа, а так между делом? Да, 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 между делом работа. Вот, и спустя, значит, два месяца работы на этом сайте, я закончил университет, я уже понял, у меня есть какое-то портфолио проектов, я уже знаю, как репортить баги, как снимать логи с андроида. Но сиквел вам не пригодился? Не, на тот момент нет, это мобильное приложение, да, и так как это просто такой аутсорс, они дают приложение, что хочешь, то ищи. Соответственно, есть какой-то спектр действий, может... То есть на тот момент они вас сиквелом перегрузили? То есть вы могли все то же самое, да, но без сиквел? Ну, в целом, в целом, да, то есть можно начинать работать на таких платформах хоть на следующий день, грубо говоря. Да можно и книжку не читать, там у них свои тюториумы. Да, 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 в целом, в целом, да. Но лучше, чтобы была теория, теоретическая база. Так вы что, стали резюме рассылать или что? Спустя два месяца, когда я закончил университет, у меня была база вот этой площадки, я сделал свое резюме, опять же, тоже опираясь на ваше видео, и вывесил его на рынок. А как это происходит в Москве, там какой-нибудь там... В Москве есть сайт hh.ru, Headhunter. На этот сайт, ну, соответственно, там огромное-огромное количество вакансий и также и резюме. То есть как бы доминирующий такой сайт. Да, да. Делаешь резюме и публикуешь его для всех. Соответственно, все рекрутеры сразу тебя видят. Хорошо. Позиция тестировщик, там QE-инженер, все что угодно. Что вам на старт дали? На старт, значит, у меня было, по-моему, 40 или 45 тысяч рублей. Ну, после налогов, по-моему, 40 было. Ну, хорошо. По московским понятиям это ничего? По московским понятиям на тот момент это была, в принципе, средняя зарплата по Москве. Хорошо. То есть, да. А долго заняло искать первую? Нет, очень быстро. Я после, с момента того, как я вывесил резюме и вышел на работу, прошла неделя. Я прошел 4 интервью, 3 получил оффера. То есть, вам сказали, завтра выходи, да? Ну, грубо говоря, они спросили, когда ты можешь выйти. Я сказал, что, ну, вот там, послезавтра, через 2 дня. Что-то такое. То есть, я не знаю, конечно, насколько сейчас это быстро происходит. Мне кажется, примерно более-менее все одинаково. Ну, соответственно, у меня была теория. Постойте, это было полтора года назад. Это было... А, нет, мы в Англии полтора года. Да, да, да. А это было 3, значит? Ну, 3, где-то с половиной года назад. Ага. Да, и, соответственно, очень быстро я нашел первую работу. При этом я уже перед собеседованиями, я уже повторил сиквел, и он мне на собеседованиях понадобился. Хорошо. Потому что нужно было какие-то, ну, простенький запрос совершенно там написать. Так, значит, полтора года вы проработали в России, в Москве, поменяли там сколько-то работ, да? Две работы, да. Две работы. У вас было такое ощущение стремительного роста? Вот, пришел на работу, рос, 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 пошел на другую, рос, рос, рос. Вот такое было? Да, да, конечно, было. Особенно на второй работе. На первой работе я очень хорошо прокачался в базах данных, так как... Это очень важно. Процессинговая система. Это очень важно. Мы работали с Oracle, и очень много было репликаций, начал уже на пере-SQL некоторые процедуры писать. То есть, ну, нужно было, нужно было, как бы, знать базы данных. Вообще, вот, если бы я объяснял это, я бы сказал так, что вот весь мир, так сказать, компьютеров сводится к двум основным компонентам. Первое – это информация, и второе – как до нее добраться. То есть, базы данных и сети. И если ты не здоров в обоих, и в базах данных, и в сетях, то ты, как бы, не принадлежишь к миру компьютеров. Ну, ты можешь, там, график, юзер-интерфейс, там, тестировать, но ты при этом не понимаешь вообще ничего. Вот, как слепого поставить и говорить, вот... Ну, конечно, да, конечно. Понимаешь, поэтому прокачаться в базах данных, я считаю, настолько важно для последующего роста. Это просто, ну, основа основ и сети. Вот, да. Хорошо, мне нравится. А вторая работа чего была? А вторая работа, вот после года работы на... На первой работе, да? Сори за это. Да, да, нормально. Я уже понял, что мне нравится работать с мобильными приложениями. У нас... У меня была часть на первой моей работе, где я работал с приложениями, но ее было не очень много. Я понял, что мне это нравится, так как у меня был еще вот дью-тест, мне тоже очень нравилось там работать. Я понял, что буду искать что-то с мобильными приложениями. И в этот момент я уже не открывал свое резюме на HeadHunter, а просто иногда просматривал какие-то вакансии и сделал профиль на LinkedIn, где меня, собственно, и нашли. Но это уже было побольше денег заметно или так? Это было в два с половиной раза больше. То есть... За какой период времени? Сколько вы проработали? Год. Год. То есть человек получил денег, проработал на первой работе год и бах, тебе в два с половиной раза больше денег. Ну да, на самом деле я сам этого не ожидал. Моя вторая компания, она была англоязычная, то есть там нужен был английский. То есть иностранная была? Да, компания была иностранная. Ну, соответственно, это московский офис, то есть там были все русские. То есть могли и матерком тоже? Да, 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 да. Но английский язык нужно было хорошо знать. И я прошел несколько собеседований туда и к своему счастью попал. Там у вас было ощущение, что поперл? Что... Там рост какой-то. Там рост был на самом деле очень-очень-очень большой, потому что в московском офисе на тот момент, по-моему, работало где-то 100, может, 150 человек. И 15 разработчиков, и я был первым мобильным QA. А остальные люди что делали? Остальные люди, ну, в основном там бэкэнд был, какой-то биллинг. Да, конечно. И я был магазин Amazon, типа Amazon такой. Угу. 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 сразу на этой должности ты быстро быстро движешься да и приходилось как бы быстро включаться в процесс то есть я за один за два месяца я уже в них в них во все процессы при этом я манус как так как я был мобильный ки я начал общаться уже с новыми какими-то инструментами которых я раньше не знал вот такой вопрос я вам задал значит и так годик поработали в одном месте полгодика я так понял в другом ну да там и и и у вас возник интерес к тому чтобы поработать уже и за рубежом тоже или это случайно произошло но на самом деле когда я пришел во второй свою компанию так как это была зарубежная компания я знал что можно переехать другой офис а то есть вы на самом деле попали в лондон просто переместившись в другой офис той же кого нет не совсем то есть так пришел во вторую компанию я знал что есть возможность relacate да и в принципе уже в первой компании когда работал я понимаю что хочется где-то еще поработать и вот эта моя вторая компания она была не только мне интересно с точки зрения так как я хотел работать в мобильниках она и с точки зрения того что это был английский язык плюс возможность relacate все практически все в одном флаконе получили так еще деньги еще и деньги да так и значит после где-то отработал там месяцев 78 нам сказали что ребята мы открываем в таиланде в бангкоке мобильный хаб и значит мы вас туда перевозим то есть так да я сказал вам не хотелось тейланд мне хотелось где-то попробовать пожить ну да да извините значит я сказал окей мне это интересно я подумал банкок да талант почему бы девчонки то да было очень интересно и потом где-то через недели две через три мне на linkedin написал рекрутура из лондона уже и сказал то что не хочешь ли ты попробовать поработать у нас я бы сказал ну я ответил почему бы и нет да потому что в любом случае я уже переезжал в бангкок и думал ну в лондон еще почему вы почему не попробовать и значит пошло первое собеседование второе собеседование тестовое задание еще было два тестовых задания и к своему удивлению какому-то я одно я готовился естественно я очень хорошо готовился к собеседованием но в принципе я не боялся того что я меня не возьмут туда конечно это большое дело когда нагрузку дополнительно не вешаешь да и все яйца в одной корзине сейчас бах и не осталось ни одного да хорошо когда так росла расслабление себя чувствуешь да я чувствовал себя как-то расслабно хотя собеседование были достаточно сложные технические и по-английски надо было тоже ну соответственно вот и я попал в эту компанию то есть мне предложили offer работать в лондоне манил кей мобайл манил кей и собственно я его принял они у вас говорят можем или мобайл как у вас там а то здесь у нас битва идет потому что но не как модел там где-то поправляют модуль правильным много много но по-английски то это бритиш мобайл у нас могут до в алабаме вид мобил но это такие же битва акцентов да да хорошо местных такой вопрос денежкой не обидели там в лондоне нет нет очень хорошо хорошо теперь вы там тоже растете или больше так в эксплуатации себя находитесь есть рост и рост у нас есть так как мы занимаемся еще автоматизации мобильного тестирования чем колобаш руби прекрасно прекрасно и поэтому мы следим за тестами сейчас уже начали некоторые тесты фиксить если они подойдут колобаш это инструмент для автоматизации тестирования руби это язычок который нам используется лет очень-очень это очень востребованная штука очень-очень бы на вы бы здесь не пропали с этим слушайте а все-таки вас образование как бы но можно сказать гуманитарная музыкально-педагогическая может быть я не знаю вам нигде не сказали мы тебя не можем взять пришло тебя вот не неправильное образование нет такого не говорили но когда я пошел на свою первую работу я понял что мне нужно образование так то есть даже и ну так как я уже на первой работе я уже думал что куда вы может поехать работать и почти везде нужно профильное образование то что штаты и почти вся европа кроме британии и на пи да помню когда вот я пошел на первую работу где-то во втором полугодии я пошел учиться 2 выше так да сейчас я еще учусь мне год еще остался уже на автоматизированной системе расскажите хочешь что это где вы учитесь компьютер сайнс университет московский технологический институт там значит такое заочное обучение дистанционное а что это раньше было за институт или если честно раньше он тоже как это был институт на сейчас я не знаю но такой больше платный институт соответственно а дорого стоит учиться нет где-то сорок пятьдесят тысяч в год ну то есть по-божески да 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 вполне хорошо теперь такой вопрос вот великобритания и ее политика в отношении как бы но переваривание новичков вот вы имеете разрешение на работу да это каким-то образом должно и естественным образом перерасти там вид на жительство но нужно прожить пять лет до вида на жительство именно великобритания то есть если вы а дальше получается что вид на жительство великобритании он как бы общий европейский получаются вы можете получить вид на жизнь и библика это не может лежит например там галаде но сейчас в связи с браксе там да как все знают абсолютно то, что Великобритания, она приняла решение выйти из Евросоюза. Через два года, я думаю, не будет такой возможности. То есть сейчас, так как мы еще находимся в ЕС, граждане Великобритании, они могут хоть куда угодно поехать в Европу и работать. Еще просто приехал и сразу работать начинает. Да. Без всяких разрешений. Потом Великобританцам, так же как и европейцам для работы в Англии, в Британии нужна будет какая-то виза. Я думаю, скорее всего, будут какие-то послабления, уступки, но виза будет нужна. Ну хорошо, а план у вас какой? То есть вы хотите получить британский вид на жительство и потом гражданство? Или вы как бы так куда-то и движетесь? Ну сейчас я на самом деле стараюсь не загадывать, так как я полтора года всего живу, еще три с половиной года. То есть для меня это довольно большой пока срок, и поэтому я просто работаю, наслаждаюсь жизнью, своей работой. В Америку вы что приехали? В Америку приехал на конференцию. Так. Конференция была в Портмонте по тестированию. То есть у вас компания прям за свои там фунты стерлингов посылает? То есть у нас есть такая возможность, это один из таких как бы бенефитов. Интересно, действительно там полезно? На конференцию? Ну, скажем так, из, может из 10-15 токов, где я был, то есть из докладов, два-три были интересны. Но вы должны были бы, по идее, завести каких-то знакомых там. Да, я пообщался с людьми. На самом деле, что меня удивило, было очень много людей за 40. Конечно. Да. А почему же удивило-то? 40-45. Ну просто у нас, может мы, конечно, в своей там среде общаемся, что в Москве особенно, в России, очень много молодежи. И поэтому я, приехав на конференцию, я думал, что так же будет много молодежи, но оказалось, что очень много людей там вот 40 плюс. И, ну, в основном они работают там тест-менеджерами кто-то, но есть и просто тестировщики. Пообщался с одним человеком, ему, может там, лет уже 50, он живет в Миссури и, по-моему, 13 лет работает тестировщиком удаленно. А вот такой вопрос. Русскоязычного брата много там было? Ни одного не встретил. Маскируется. Ну, может быть. Понятно, понятно. Ну что же, хорошо, интересно. Так вы, как бы, теперь путешествуете? Да, сейчас несколько дней в Сан-Франциско и домой. Ну да, как это называется. Кто... У Маяковского есть такая вещь, там Клоп называется, там такой был герой Присыпкин. Вот он говорил, кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Вот так, потестировал и по Калифорнии поехал. Ну что же, хорошо, ладно, давайте мы тогда привет передадим там нашим зрителям. И можно сказать, что вы, как бы, жертва нашего канала, в смысле такой воспитанник. Да, да, я, собственно, поэтому сюда и приехал сказать здравствуйте и спасибо. Да, да, Михаил. Шапку, тащите шапку, она там осталась. Вот тут лежит, давайте ее сюда. Он мне шапку привез в подарок, знаете, тут люди. Тут мне недавно, знаете, вместо шапки привезли Библию. Говорят, ну что, говорит, все шапку, шапку... Ой, все шапки, шапки, говорит, дарят. Вот, пожалуйста, мне привезли вот такую толстенную Библию, друзья. Так что мир наших подарков не ограничивается, вот, непосредственно. Видите, как? Святая Библия, необыхорошая, переблет кожаный, да. Вот у меня шапка такая, я забыл, вперед, вперед, вот тут сейчас. Я буду как английский этот стражник, да? Ну да. Опа-на! Вот. К этому, конечно, либрею какой-то такой мундирчик красивый. Ну да, да, да. Ну вот, давайте мы тогда... А вы тогда берите что-нибудь, сейчас. Что там у нас есть? А, вот, вот, можете фуражечку какую-нибудь. Может, вам зеленую под цвет подойдет. Да, давайте. Да, это царская армия, фуражка в мастерских Большого театра. Да, о, смотри как. Да, как старые союзники, там, Россия, Великобритания. Значит, мы тогда передаем привет, значит, тем, кто нас смотрит. Давайте скажем, пока. 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 Уже пока. Да, пока, ребят.